В народный колорит конкурсную комиссию погрузили прямо с порога. На муниципальном фестивале национальных культур школа номер 4 представляла мордовский народ. Команда встретила гостей хлебом с солью и пригласила на ярмарку. Хоть ты молод, хоть ты стар, походи-ка по рядам, выбирай любой товар. Но товары здесь не для продажи. Это экспонаты для знакомства с мордовской культурой. На выставке представили традиционные игрушки народа, посуду и, конечно, национальные блюда. Ватрушки с картошкой, пироги, блины, булочки. Обычно это готовили холостые, незабожные девушки. Увидели члены жюри и мордовские обереги. Для гостей провели мастер-класс по изготовлению солнечного коня. По поверью, игрушка защищает от нечистых сил, привлекает в дом удачу, счастье и достаток. Кстати, 2023 год по славянскому календарю – год солнечного коня. Фольклорный праздник продолжился в актовом зале. Антураж здесь был соответствующий. Помещение украшали флаг и герб Мордовии. Педагоги и школьники были одеты в национальные костюмы. На сцене ученики воплотили красивую легенду о возникновении мордовского народа. Исполнили народные танец и песню. Ребята познакомили и с новогодними обычаями. В период святок с 22 декабря по 6 января Мордва устраивала красочные представления. Проводила обряды, гадала и календовала. Так провожали Старый год и встречали Новый. Старый год уходит, нам к нам приходит! Завершился праздник прыжками через нарисованный костер. В старину прыгали через настоящий. Его разжигали в поле. Считалось, что в нем сгорает все плохое. Также в день встречи Нового года проводили моления. И просили у солнышка, чтобы был хороший урожай, был здоровье, чтобы чистое небо было. После мероприятия мордовская команда не смогла отпустить почетных гостей с пустыми руками. И вот вам от нас тоже казнить в подарок. Мед для здоровья, квас для бодрости духа и сладости для радости. В фестивале, приуроченном Году национальных культур и традиций, принимают участие 24 школы. Финал состоится 21 февраля на базе Центра детско-юношеского творчества. Там пройдут галоконцерты, церемония награждения. Ежегодно самым ценным призом является переходящий кубок. На данный момент он находится в четвертой школе. Но куда отправиться дальше, конечно же, мы узнаем уже после подведения итогов. Татьяна Шамбер, Динар Менгазов, Новости Юго-Востока.